Прошлое видео про новости о будущем игры, а также различная инфа от датамайнеров вам зашло. Так что в этот раз я подготовил для вас интересный выпуск, в котором мы поговорим с вами о новом агенте, не опять основа, а его возможном ультимейте. Также появилось много информации по поводу новых эпизодов, актов и всего с ними связанного. Расскажу о новых режимах игры, которые возможно появятся, а также о балансе агентов и общих улучшениях в будущем. В общем-то много интересной инфы, так что давайте уже начинать. Итак, как вы все знаете, на данный момент в игре идет первый эпизод, который призван познакомить нас с игрой и раскрыть суть ее геймплея. В каждом эпизоде будет по 3 акта, а в свою очередь акты будут длиться около 2 месяцев. Таким образом нетрудно догадаться, что следующий акт выйдет примерно в начале августа. Помимо этого нам сообщили, что с выходом нового акта мы будем получать и нового агента, но об этом чуть позже. Получается, что за год в игру будут добавляться по 6 новых агентов. Такой объем разработчики считают оптимальным для того, чтобы успевать оптимизировать игровой баланс и в то же время разнообразить геймплей спустя каждые 2 месяца. Вместе с новым агентом нам будут внедрять и новый боевой пропуск, о котором на данный момент ходит двоякое мнение. Проблема заключается в том, что не играя в Valorant прям очень много, апнуть его всего за 2 месяца будет крайне сложно, потому что вам понадобится для этого около 1 миллиона 300 тысяч опыт, поэтому возможно в дальнейшем его сделают более легкодоступным. Ну а вот что мы знаем о следующих агентах. Как нам сообщили, они не будут похожими на всех предыдущих, а будут ближе скорее к Рейни. Тут разработчики имели ввиду конечно же скиллы агентов, то есть в игру не будет добавляться все больше агентов с молотовыми или с маками, что сделает геймплей похожим на кс. Новые скиллы создадут уникальный геймплей, который будет присущ именно Valorant. Лично мне нравится такой подход и я думаю, что это сделает игру только интереснее. Главное, чтобы была видна грань, а то в итоге начнем ездить на танках или бегать в роботах. В общем-то подробнее о следующих агентах мы узнаем чуть позже. Ну а пока что можно поговорить о том самом инженере, о котором я уже немного рассказывал в прошлом видео, показав анимацию активации его турели. Один из разработчиков сообщил, что 12 агент вообще является его любимым агентом в игре, так что будет очень интересно посмотреть на него. В официальном видео от разработчиков был вот такой скриншот, и судя по силуэту нам явно дают понять, как будет в итоге выглядеть следующий агент, учитывая все предыдущие сливы. С другой стороны, как-то на роль инженера не катит, но в общем-то информация еще не стопроцентная, да и силуэт сходится не идеально. Однако, что более интересно, это ультимейт нового агента. Вероятнее всего это будет что-то вроде разоружения соперника. То есть вы, играя за Killjoy, пока что у него такое кодовое имя, сможете забирать у ваших соперников ганы или же отключать использование скиллов. Звучит интересно, но что еще более интересно, как это будет работать. Судя по всему, механика будет чем-то похожа на ультимейт Рейны, то есть вы сможете включать вашу ульту, а затем использовать ее возможности несколько раз на протяжении раунда. Также появились рендеры, как будет выглядеть использование этого скилла. Вот таким образом он будет активироваться, а вот так будет выглядеть, когда вы просто будете с ним бегать и не сможете найти соперников. То есть тут уже понятно, что стрелять сами в момент его использования вы, вероятнее всего, не сможете. Придется играть тимплейно, чтобы использовать данное умение. Ну и напоследок по этой теме. Вот такие интересные фразы нашлись у различных агентов. При этом в игре они не используются, что явно говорит о том, что они лишь были заготовлены для Киллджоя. Например, вот фраза Сайфера. Киллджой, я тут взял у тебя передатчик для камеры. В долгу не останусь, наверное. Однако есть и другое предположение насчет способности Киллджой. Нам говорили, что будет агент, способный воскрешать, но не лечить. Сейдж в одной из своих фраз говорит, что ее способность это дар. Фраза «нам не нужно ничего, кроме нашего дара». Также не используется в игре и может быть связана с Киллджой. Ну и напоследок вот такая вот фраза Рейны. «А, твои железяки нужно настроить. Не спеши». В общем-то о новом агенте уже известно довольно многое. Ну а за неделю до его выхода, я думаю, нам как и с Рейной покажут полноценный геймплей. Будет интересно посмотреть на баланс агентов после релиза. Ведь разработчики стараются всегда плюс-минус уравнивать импакт от скиллов каждого из агентов. Хотя я не буду доводить баланс до золотой середины. Это нам заявили прямым текстом. Потому что в таком случае, играя за определенного агента, вы точно будете знать, кого вы можете им законтрить. То есть в итоге это приведет к тому, что ваш выбор будет более очевидным во время игры. Вы начнете принимать решения как робот, работая по одной программе каждый раз и в конце концов геймплей станет максимально однообразным и скучным. На этом по агентам все. Итак, каждый акт будет приносить в игру нового агента, но каждый эпизод будет вносить в игру какое-нибудь крупное изменение. Например, новую карту или же новый режим игры. Нам также сообщили, что один из новых режимов будет добавлен в игру еще до второго эпизода. То есть максимум в течение следующих трех месяцев будет что-то новое. На самом деле, на данный момент я больше всего хочу, чтобы это оказался обычный дезматч. Мне кажется, что его нетрудно реализовать, отключив всем агентам способности и просто дав возможность почувствовать игрокам стрельбу перед тем, как идти играть в ранговые игры. Но совсем не факт, что это будет именно он. Да, разработчики говорили о его разработке еще около месяца назад, но сейчас есть несколько предположений о том, что новым режимом может также стать и ретейк. Для тех, кто не играл в CS, поясню. Это режим, в котором сторона атаки находится в пценте с уже установленным спайком и имеет на руках основное оружие, закупаемое, как правило, на фулл раундах, а также какое-то количество обилок. А сторона защиты должна выбить плент. Ситуации могут варьироваться от игры 1 в 2 до игры 5 в 5, каждый раз создавая новый раунд, который отличается от предыдущего. Так вот, разработчики также заявили о том, что им нравится эта идея, которая будет позволять игрокам тренировать свои навыки удержания или же выбивания плента. Поэтому в дальнейшем, как мне кажется, следует ожидать и этот режим. Как именно он будет реализован, нам не сообщили, но думаю, геймплей будет адаптирован максимально под реалии Валоранта. Касательно режимов, есть еще одно предположение о батл рояле. Дэвиду Стрейли был задан вопрос, который звучит следующим образом. Может ли Валорант в техническом плане позволять сотне игроков находиться в одном матче одновременно? Или может ли игра происходить на карсе, которая по размерам в несколько раз больше текущих? На что Дэвид ответил, что без определенных компромиссов такое реализовать не получится, учитывая сервера со 128 тикрейтом, а также производительно направленные целью клиента. При этом он не стал просто отрицать того, что на данный момент это невозможно, он сообщил о том, как можно добиться такого расширения игры. Например, он сказал, что возможно появится динамический тикрейт, который, как я понимаю, будет понижаться в ненужных моментах, а затем вновь становиться максимальным, когда это необходимо. Ну и я думаю, все понимали, с какой целью задавался вопрос о 100 агентах одновременно на одном сервере и Дэвид в том числе. Поэтому то, что он дал хоть какой-то ответ, уже оставляет возможность того, что батл рояль будет все же со временем добавлен в Валорант. Возможно, со вторым или же третьим эпизодом. Ну и напоследок, уже в следующих патчах нам наконец-то добавят возможность ставить паузу во время матча, а также появится режим стримера, который будет прятать часть игровых интерфейсов. Как он будет работать, мне пока непонятно, учитывая, что и у самого стримера будет ограничен доступ к некоторым элементам. Можно ведь просто выставить задержку и все на этом. Ну да ладно, как появится, протестирую. Ну и также нам сообщили, что для тех, кто интересуется лором, нам больше расскажут о нем во втором эпизоде. Некоторые игроки уже рассказывали истории, близкие к настоящим, но всю суть мы увидим уже ближе к осени. Вот и все на сегодня, я надеюсь, вам было интересно послушать все, чего стоит ожидать от игры в ближайшем будущем. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписаться на этот канал, на котором будет выходить еще очень много интересного контента по Валоранту. Ну а на этом видео подошло к концу, всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца, с вами был, как всегда, Раундс и скоро увидимся.